Дорогие друзья, спасибо, что вы все сегодня здесь собрались. У нас замечательный творческий вечер поэта Ольги Виор, при участии поэта Бориса Чеченицкого, автора и исполнителя Александра Джигита. Ольга Виор, член Союза писателей России, автор семи книг и более семисот песен известных исполнителей. Песни на стихи Ольги Виор исполняют Ирина Аллегрова, Елена Ваенга, Сурганова, Сурганова и Оркестр, Юлия Михайлович, Лариса Луста и многие другие. Аллегрова не обернусь, уходя, Ваенга не любил, Светлана Сурганова-Волтова, Юлия Михайлович, Лебедь Белая. Поаплодируем. Здравствуйте. Представили уже мне. Я хочу сказать, что не просто сегодня у нас замечательная компания, просто звездное трио, потому что я собираю лучших из лучших. Я считаю, что Борис Щелинский наиболее сильный поэт нашего времени, с которым я знакома лично. И Александр Джигит тоже замечательный музыкант. Он пишет песни на стихи, выбирает очень тщательно материал. Он пишет на стихи поэтов Сребряного века, на наших современников. И сегодня вы услышите его произведения. И мы подготовили для вас не совсем обученную программу. Это будет такой мини-спектакль о жизни, творческих муках поэтов, может быть, художников, творческих людей. Не зря выбрано вот это прекрасное место, это галерея. И именно чердак художника привлек нас в сайт многограммным смыслом. И я очень вас попрошу, ввиду того, что у нас ведется видео слюнка сегодня, отключите, пожалуйста, телефоны, чтобы ваши звонки не попали в историю. И мы постараемся для вас сегодня раскрыть наши соображения. Многие стихи написаны прямо свежие-свежие, специально для этого вечера. Какие-то были уже раньше, какие-то... Сейчас народ кто-то стесняется. Как раз пускай заходите. Заходите, заходите. Мы вас ждем. Мы вас пять раз ждем. Располагайтесь. Я хотела бы еще попросить, чтобы вы не аплодировали после каждого стихотворения, потому что мы будем читать как бы связанно блоками. Лучше в конце уже всякую сфинь, если вам понравится. Программа называется «На чердаке моей мечты». И вот. Это звоночек еще один. Пожалуйста, выключите. Это новая музыка на очередное будущее. Да, это очередной мой хит на новенькое будущее. Третий звонок. Третий звонок. Третий звонок. Да. Ну, будут еще люди подходить. И так мы начинаем. Мы построим скоро сказочный дом С рассвесными потолками внутри. И, возможно, доживем дом. Только вряд ли будем жить в ней. И, конечно же, ни вдруг и ни к нам А в закрома посыплет манность небес. Только мне ведь наплевать нах. Я прекрасно войнусь в вес. Погашу свои сухие глаза. И пойму, как безнадежно я жив. И как ушло умирать в глаза. И пока не дрогнет сердце во мне. Буду петь я и писать бровь. Чтоб остаться навсегда в небе. Поднимаешься и падаешь вниз. Как последний на земле снеговат. Но опять поют восставший лис. И горит моя звезда нах. И пока в руке не дрогнет пирог. И пока не дрогнет сердце во мне. Буду петь я и писать бровь. Чтоб остаться навсегда в небе. Да, после песен можете хлопать. Вы знаете, поэты. Смело и непринужденно. Стихи Геннадия Григорьева. Да, это будет стихи Геннадия Григорьева. Это самое знаменитое его стихотворение. Да, я как-то думал, что от того, что я не только пою, но и рассказываю, что что-то может измениться в жизни. Я обычно говорю, что это стихотворение написал Геннадий Григорьев в год моего рождения. В 1969 году. После одного выступления подошла девушка из Прорисыла. Вы знаете, мне так понравилась эта песня. Скажите, стихи ваши? Да, я их написал. Геннадий Григорьев. Стихотворение «Статист». Песня «Статиста». Мне досталась в этой пьесе очень маленькая роль. В ней всего четыре слова. Мы прорвемся, мой король. Десять выпадов рапира. И когда свободен путь, умирающий противник мне клинок вонзает в грудь. Я лежу на авансцене. Муха ползает волн. Уходящего сражения слышу топот и борьбу. Но придет священник вскорит, поворочит надо мной. И король по тупе очи скажет, умер как герой. Я спрошу его в антракте, скрыв под желтый маск и бой, как вы справитесь с врагами. Я ведь убер, мой король. И король ответит грустно, не волнуйся, мальчик мой. Я ведь сам по этой пьесе отрицательный герой. Меня в ближайшем акте расстреляют у стены. Очень может быть на благо этой чертовой страны. Мне досталась в этой пьесе очень маленькая роль. В ней всего четыре слова. Мы правдимся, мой король.